Добрый день! Ждём, когда кто-нибудь присоединится. Ждём, ждём, ждём. Так, первые, первые присоединившиеся. Всем добрый день, добрый вечер. У кого что. Напишите, слышно ли, видно ли. Потому что это самое важное в эфирах. Так, пока все присоединяются. Сейчас мне кто-нибудь, кто-нибудь ответит, что меня слышно или нет. Так, плюсики. Добрый вечер. Всё хорошо. Супер, спасибо. Спасибо большое. Так, сегодня у нас эфир на тему обрезка растений осенью. Обрезка бонсай осенью. В принципе, речь больше, конечно, будет о бонсай. Но практически многие, многие вещи из этого эфира можно будет, с того, что я расскажу, можно применять и к вашим обычным растениям, к тем же фикусам, если они не находятся в виде бонсай. Если они у вас просто в горшках и так далее. Потому что, что меня сподвигло на этот эфир? Очень часто мне, как только начинается осень, сразу же приходит большое количество вопросов. Вот хотела обрезать вот это. А можно ли сейчас или ждать до весны? А можно ли пересадить в том числе или ждать до весны? И вот это вот ждать до весны, ждать до весны меня сподвигло на то, чтобы рассказать об этом, наверное, еще раз. В видео, я, кажется, уже об этом говорила. Точно не помню, есть такое видео или нет. По-моему, по фикусам есть. А тут хотелось сказать про бонсай, про наши разные бонсай. Бонсай у нас бывают как тропические, которые в комнате зимуют, так и уличные, которые зимуют у нас где. Которым нужна прохладная зимовка. Я, прежде чем проводить эфир, решила понять, что люди знают об этом. И в инстаграме выставила, значит, вопросики. Я их тут повторю, чтобы, если кто не видел или кто будет смотреть потом в ютубе, если у нас все сохранится. Вот. Значит, первый вопросик. Можно ли обрезать бонсай осенью? Варианты да, нет. Второй, когда именно обрезать деревья осенью? То есть, ваши варианты. Кто что думает на этот счет? Все ли деревья можно обрезать осенью? Да, нет. И потом два вопроса. Какие деревья можно обрезать осенью? И последний, какие нельзя обрезать осенью? Ну, я люблю все, что было разложено по полочкам. Поэтому мы, собственно, так я и расскажу, что я думаю на этот счет по полочкам. Итак, первый вопрос. То есть, у нас будет пять пунктов, пять блоков эфира, в которых я расскажу свое мнение на этот счет. И потом, ну, или в процессе эфира можете задавать какие-то вопросы, если я чего-то, что-то не скажу, что-то непонятно или чего-то не было какой-то темы. Вот. Итак, первый. Можно ли обрезать бонсай? В данном случае я буду говорить о бонсай, но спокойно применяйте это к своим многим-многим комнатным растениям. Можно ли обрезать деревья бонсай осенью? Можно. Это короткий такой ответ. Можно и часто это очень нужно, очень важно. И это нам даже необходимо для очень многих. Мы рассмотрим, значит, отдельно тропические деревья и отдельно те, которые у нас листопадные, хвойные, зимуют на улице. Итак, для тропических деревьев у нас самое важное, для чего мы их обрезаем, самый важный пункт первый, это обрезка им поможет пережить зиму. Зима для наших тропических растений – это тяжелое время для наших фикусов, для наших миртов, кого угодно, кто у нас так растет. Потому что основные сложности зимы – это мало света, низкая влажность воздуха для тех, кому это необходимо. Не берем карасовый, да, в данном случае. Отсутствие перепада температуры день-ночь и отсутствие ветра. Ветра или движения воздуха, которое было летом на балкончике, было летом на улице, в саду. Было, когда вы чаще открывали окна, двери балконные. Движение воздуха было все равно больше, лучше. И это очень важно. Так вот, в чем нам поможет обрезка в этих, казалось бы, вообще как бы не связанных с обрезкой вещах? Чем она может помочь в этих пунктах? Недостаток света. Кардинально. Кардинально помогает. Прямо вот самое лучшее, что можно сделать, когда у нас не хватает света растению, это провести ему осеннюю обрезку, потому что, когда мы обрезаем крону, когда мы ее просветляем, мы удаляем ветви, которые идут как-то внутрь кроны, которые идут слева направо в кроне, которые идут как-то вот так изгибами. Какие-то санитарно удаляем ветви, которые слабые, и мы понимаем, что они не будут развиваться. А за зиму они могут погибнуть, потому что они внутри кроны, им плохо видно. И это будет нехорошо. То есть мы таким образом просветляем крону, мы оставляем те ветви, которые нам нужны действительно, и они будут видеть свет, и, соответственно, они у нас выживут. Потому что, когда у нас вот этот вот комочек мы принесли с летнего, вот этого вот с балкона, с улицы, принесли в сентябре, в октябре у кого как домой, вот этот вот весь комок, который прекрасно себя чувствовал на улице, ему всего хватало, в доме, куда бы мы ни ставили его, будет не хватать. Поэтому обрезка помогает просветлить крону и, соответственно, не погубить те ветви, которые нужны. Следующий. Следующий – это низкая влажность воздуха. Для тех же фикусов это важно, к примеру. Но тут, к сожалению, обрезка не поможет. Поэтому с этим мы не можем бороться обрезкой. Отсутствие перепада температуры день-ночь тоже обрезкой мы не повлияем. А вот на отсутствие ветра или движения воздуха, в частности, в доме, обрезка, как ни странно, влияет. Потому что, когда у нас крона загущенная, то... А к тому же у вас еще вдруг высокая влажность воздуха, то в загущенной кроне рост меньше все равно идет, а света мало. И у нас могут, если у нас какие-то вредители появились, мы их не сразу увидим. Мы не сразу увидим всякие грибковые заболевания. Они быстренько, хорошо у нас в загущенной кроне распространяются. Когда у нас крона прорежена, когда она у нас нормально обрезана, сделана то, что мы хотели, то, собственно, это чуть-чуть, чуть-чуть, но помогает. То есть таким образом, когда мы откроем окошко, и он у нас будет проветриваться, то это вот поможет. Так, я тут даже сделала конспектик, чтобы не забыть ничего вам рассказать. Иногда буду смотреть, что я еще хотела сказать, а то будет обидно. Вот. Ну и, собственно, что еще очень важно при обрезке, что нам она дает? Она помогает ветвлению и пробуждению новых почек. Вот. Потому что, когда мы приносим растения с улицы, очень часто у нас жарко, там холодно стало осенью, еще что-то. Вот когда, неважно, с какой мы температуры принесли, там уже стало холодать, или там еще жарко, и мы принесли. То есть неважно, как по вашим каким-то условиям жизни вам пришлось принести, когда еще жарко. В общем, чаще всего, когда мы принесли растения наши с улицы, или с балкона, или с лоджии в дом, сейчас речь о тропических все еще, то они идут в рост. Они прямо бурно, хорошо идут в рост. И, собственно, обрезка, то есть принесли, обрезали, и у нас пойдут в рост не концы веток, как пошли бы, да, и какие-то особо сильные, разветвленные ветки, а пойдут пробудятся почки где-то в глубине кроны, что очень хорошо. Поэтому это важно, и, собственно, извиняюсь, и я часто стараюсь обрезать, вот только принесла, вернее, даже наоборот, они стоят на улице, я их приношу в мастерскую, я их осматриваю, на вредители, на какие-то там, что-то с ними может быть случилось, не случилось, обрезаю, что надо, чищу горшок, если, потому что улица, там, бывают какие-то отложения солей на горшках, бывает просто что-то случилось, то есть все очищаю, очищаю ствол, опрыскиваю и отправляю уже, где они будут жить, где они будут зимовать, под лампы, на окно, кому куда. Вот, и еще один такой, как бы, маленький нюанс, но он тоже нам помогает в этом обрезка, она нам помогает, что мы сокращаем листовую массу, и это помогает нам их просто разместить на подоконниках, полочках, то есть, собственно, у нас есть место, куда их разместить, потому что, когда мы приносим много растений, все они у нас огромные, поставив их все рядышком на окно, они будут соприкасаться, огромные, что нехорошо, когда прям сильно соприкасаются, они не видят цвета, друг относительно друга закрывают, если у кого-то есть вредитель, он моментально переходит на соседний, то есть, уменьшение листовой массы перед зимовкой, это тоже хорошо, то есть, такой маленький, такой бонусик, который нам тоже помогает избежать обрезка. Так, теперь мы перейдем к листопадным, к листопадным, к хвойным, которые у нас в бонсай зимуют где-то, зимуют холодная зимовка, или у них прохладная зимовка, неважно, в общем, не в комнате. Их, собственно, обрезают всего по двум случаям, то есть, все то, что я рассказывала про тропики, это им не актуально, так как они будут спать зимой, или в холоде, или в прохладе, они будут, скорее всего, спать, сбросив листву, или не сбросив, как хвойные, то их обрезают только для того, чтобы пробудить спящие почки, это первое, то есть, чтобы у нас на будущий год пошли новые веточки, и, собственно, для корректировки кроны. Можно еще совместить обрезку вот этих листопадных и хвойных бонсай с наложением проволоки. Раньше были в книгах и везде встречалась информация, что проволока негативно влияет на зимовку, и ветви сильнее замерзают, как бы, когда на них наложена проволока. Но на самом деле это не так, так что спокойно можно накладывать проволоку на зиму, вернее, на ветви в зиму, и по весне уже проверять можно, снимать нельзя. То есть, с ними все гораздо проще. Ну, а ответ опять такой же. Можно обрезать растения осенью. Бонсай наши осенью. Второй вопрос был с тем, чтобы вы могли высказать свое мнение. Это когда именно обрезать деревья бонсай осенью? Ответы были очень хорошие. Было прям очень много ответов правильных. Я не указала, что есть нюансики. Мне было интересно ваше мнение. Значит, ответы я даже некоторые скажу, потому что это как бы помогает размышлять и как-то отвечать самим себе на вопросы некоторые. Ответы были до заморозков, сентябрь-октябрь, пока растет. Ну, я не указала, какие именно бонсай, поэтому пока растет, тоже имеет право на существование. Такой ответ. Когда все листья опали и уже все равно. Зависит от вида растения и цели обрезки. Очень правильный ответ. Волну роста. Правильно, если это тропики. Когда душе угодно. Супер ответ. Мне очень понравился. Для многих это действительно так. Для многих растений. Не очень важно. Так что разные были ответы. Меня порадовали. Меня порадовали тем, что моя аудитория уже такая знающая, думающая и старается подробненько к этому подойти. Так. И значит, теперь опять тропический и не тропический. Ну, тропический, по сути, можно обрезать действительно, когда угодно осенью. Я, как сказала, часто обрезаю сразу, когда они приходят домой. Если нет такой возможности вот так постепенно их приносить, то мы их скопом приносим. И потом все, кого надо, обрезаем, осматриваем и расставляем по своим местам. Вот. Очень часто, очень часто они у нас, то есть это начало осени бывает, сентябрь, октябрь, в зависимости какая осень и какое растение. То есть там красулы, например, приходят чуть раньше и тоже обрезаются. Фикусы чуть позже выдерживают другие температуры. Вот. То есть обрезаются, по сути, в начале осени, это конец сентября, так вот, октябрь, в моем климате. У кого-то, конечно, и в начале сентября уже похолодания такие, что надо заносить. И очень часто за вот эту вот осень, они, собственно, до зимы, они успевают еще хорошо обрасти. Тем более, как я сказала, очень часто идет волна роста сразу по принесении. Буквально вот неделя, максимум две, и мы видим хорошую, большую волну роста. Вот. Поэтому к концу осени очень часто мы их обрезаем опять. То есть вот это вот, чтобы уменьшить листовую массу к зиме, дать больше света, опять же, зимой, это как раз-таки в осенью мы обрезаем их второй раз. И, ну, и потом зима уже, уже смотрим сейчас. Сегодня речь про осень. Вот. А вот с уличными чуть-чуть, чуть-чуть сложнее. И есть один нюансик. Значит, уличные бонсай мы обрезаем, как и уличные деревья, собственно говоря, вот те, которые у нас растут на улице, наши яблони, там, не знаю, абрикосы, кто угодно, черешни, вишни. Мы их обрезаем или все-таки до середины лета. Вот. И заканчиваем обрезку бонсай, например, ну, в некоторых, например, в нашем климате, так как осень довольно долгая, теплая, то можно в середине августа закончить. А потом мы их не обрезаем до того момента, пока они не сбросят, если это листопадные, не сбросят листву, то есть тем самым показав, что они в спячку впадают. И тогда мы можем их опять обрезать. Это касается уличных многих, что растут просто у нас в саду. Это касается уличных бонсай, хвойных и листопадных, любых. Естественно, на хвойных мы не видим сбрасывания листвы, ну, кроме лиственницы, да, и как бы это показательно не такой характерный, но все равно мы видим, что они засыпают, мы знаем это по времени, мы видим это по другим деревьям, понимаем, что растения входят в период спячки, в период сна, и мы можем их обрезать. Почему это так важно? Потому что, если мы обрежем, вот часто обрезка стимулирует рост, то есть в новых, пробуждение новых почек, то, о чем я говорила у тропических, да, когда мы их домой занесли, пробуждение новых почек и новый рост. Это прекрасно, это замечательно. У нас пробудятся новые почки, у нас вырастут маленькие веточки, новенькие, все замечательно. Кроме одного, они не успеют вызреть, и зимой, скорее всего, вот эти новенькие все погибнут. Даже не столь жалко, что они погибнут. Типа их не было в августе, их нету в марте, ну и ладно. Но дело в том, что погибнула почка, погибла почка, из которой вот это выросло. А эта почка могла бы, если бы мы сделали обрезку вовремя, эта почка пробудилась бы вовремя, пошла бы расти весной, и у нас была бы веточка. Вот. А теперь у нас ее не будет. То есть это очень важный фактор. Нельзя сказать сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть это нельзя, так как у всех разные климатические условия. Но смотрим по тому, когда у нас идут волны роста и, соответственно, обрезаем вот примерно до августа. Максимум до середины августа, я так думаю. Ну, не берем, наверное, совсем жаркие районы, где очень-очень долго. Осень и в ноябре еще плюс 20. Тогда они могут, наверное, и ближе к концу августа обрезать свои деревья. А потом прекращаем это до того, как они лягут в спячку. Вот. Так. Следующий вопрос был, который я задавала вам. Все ли деревья можно обрезать осенью? Да, нет. И, собственно, выходящий из этого вопроса, какие можно обрезать осенью и какие нельзя обрезать. Я их сейчас объединю в один как бы блок, потому что это все очень общее. Тут были тоже шикарные ответы. Вот. Очень много, очень много, очень много правильных. Например, красулу точно можно обрезать, фикусы можно обрезать, вечно зеленые можно. Вернее, все или не все было разделилось. Очень много, очень много сказали, что не все. Вот. Не совсем это верно. В данном случае большинство было не совсем верно. То есть я не знаю, чем руководствовались, конечно, люди, дав этот ответ. Вот. Но, ну, как бы, что не все, это правда. То есть не все можно обрезать. А вот все, какие можно и какие нельзя, значит, какие можно ответы были. Лиственные, те, что не спят, красулы, фикусы, хвойные. Отчасти все эти вопросы, все эти ответы правильные. Там почти все были ответы, да. Уникальный ответ был. Свои можно обрезать. Согласна. Вот. И когда, какие нельзя, был, например, ответ, что никакие нельзя. Да, был такой. Был суперответ. Ослабленные. Сто процентов нельзя. Вот это, это, наверное, самый точный ответ. Самое точное попадание. Ну, самое смешное попадание. Ответ был чужие. Мне очень тоже понравилось. Не поспоришь. Итак. Все ли деревья можно обрезать? Не все. Это абсолютно правда. Но тут нельзя сказать, буки можно, фикусы нельзя. Или там еще что-то. Дубы можно, сосны нельзя. Мы делим те, кого не, те, те, что нельзя обрезать, тот как раз таки по здоровью. Поэтому ответ, что ослабленные нельзя обрезать, это стопроцентно правильный ответ. То есть, мы не обрезаем растение, и это касается и тропических, и уличных. Мы не обрезаем растение, если оно болеет. То есть, мы можем провести ему санитарную обрезку, удалить какие-то плохие ветви, сухие ветви, чтобы они не закрывали, не мешали. Удалить ветви, которые категорически растут не туда, куда нам надо, и при любом раскладе они будут нам мешать. Прозвести там лечение, какую-то стимуляцию. Но обрезать именно для формирования кроны нежелательно, потому что оно как бы с одной стороны хорошо мы проведем, мы все это сделаем и лечим в этот момент растения, но любая обрезка это все-таки стресс для растений. Есть растения, которые сразу идут в рост после обрезки, то есть порядка неделя-две и они пошли в рост, если у них хорошие условия, ключевое, если хорошие условия, если плохие не пойдут и обрезка ничего не даст. В лучшем случае она при плохих условиях ветвь даст замещающий побег и все, в худших она не даст ничего. А если растение было ослабленное, то тем более, оно может, это будет стресс и это будет не очень хорошо. Это тропических касается. У лиственных, это у уличных всех, так их назовем, все еще сложнее, потому что у них впереди холодная зимовка. Холодная или прохладная, неважно, минус пять у них будет, плюс четыре у них будет, если вы в подвале их зимуете, или будет минус тридцать. И они зимуют на улице под снегом, все прекрасно, но они ослаблены. Мы их еще и обрезали и это будет не очень хорошо. То есть, если у дерева есть проблема, мы его не обрезаем осенью. Мы его лечим, мы продумываем его зимовку как-то иначе. То есть, у нас этот дуб мог спокойно зимовать до этого, прекрасно, замечательно, вот в тех условиях, в которых он зимует. И сейчас ему что-то с ним случилось, надо его лечить, надо ему уделить внимание и при этом, соответственно, мы не будем делать ему обрезку. Вот. Поэтому, какие деревья можно обрезать, ответ практически все здоровые деревья. Неважно, это у нас тропики, лиственные, хвойные, спокойно можно их обрезать. есть, кто боится обрезать сосны, кедры, еще что угодно, вот такое, ели зимой, осенью, абсолютно не влияет. Если деревце здорово, то ему, ему это только, как бы, поможет, это будет хорошо. Вот. Так, если у нас такая ситуация с тропическими, мы их занесли, что-то у них не так, то мы их спокойно лечим, проходит месяц-два, если мы занесли в сентябре, мы лечим, улучшаем условия, все делаем, и в конце осени мы их спокойно обрезаем. То есть, с ними проще. Мы их, как бы, все равно осенью обрежем, но это будет чуть-чуть, чуть-чуть вот позже, просто уже, когда они будут сильные и здоровые. Вот. А вот с уличными чуть-чуть сложнее. Ну, собственно, это вот то, что я сказала, хотела сказать, вернее, хотела сказать по этому поводу, чтобы люди не боялись делать обрезку. Осенью, в конце осени, по сути, часто можно прямо-прямо сильно осенью, если у нас зимуют, например, наши бонсай в теплице, и вам удобно, в них много, или еще как-то, или у вас не было времени, и вам удобно в ноябре зайти в теплицу и произвести какие-то с ними работы, какие-то обрезки, формировки, спокойно можно этим заниматься, вообще не боясь ничего. То есть вы, единственное, что не стоит их выносить, извиняюсь, выносить с теплицы, там у нас какая-то температура, по холоду нести их в дом, в доме работать, потом по холоду, в теплом, да, по холоду нести обратно в теплицу. Это не стоит делать, но если вам удобно в той же теплице прийти и поработать с ним, то вполне можно. Вот. Более того, очень многие, опять же, вот это осень, начало зимы, зима, а в конце зимы тем более очень хорошо обрезать и заниматься какими-то формировками наших бонсай. Поэтому, если вдруг вы знаете, что вы не успеете, вот это вот период, короткий период, когда уже вот-вот будут пробуждаться деревья, а вы не успели их обрезать, а потом их нельзя обрезать, например, те же клёны, берёзы, начинается обильное сокодвижение, которое может привести к тому, что дерево течёт, плачет сильно, то спокойно делаем это вот в период, начиная с осени до весны. Вот. Это очень-очень вот подходит. так, значит, я сейчас посмотрю, что мне, если кто-то писал, напишите вообще, как вам, как вам эта тема. Понятно, непонятно, что я сказала, что я рассказала. Вот. Мне очень интересно какую-нибудь, в общем, дайте обратную связь на то, что я тут нарассказывала вам. так. И ещё, если не сложно, хотела попросить, напишите вообще, насколько интересны такие эфиры, то есть, такой формат, потому что, прямых эфиров, потому что сейчас вот был период, мы никак не могли снимать видео в обычном формате, мне в Ютубе все об этом пишут. Кто-то просто спрашивает, кто-то обвиняет, что вот, я не думаю о подписчиках, и вот, вот, думаю только о тех, кому нужны прямые эфиры, не думаю об остальных. Вот. Это правда не моя вина, так получилось. Уже вот-вот в ближайшие буквально недели, выходные мы будем этим заниматься и будут в обычном формате видео, в том числе. Но напишите, интересно ли в таком, потому что, как мне кажется, то есть, тут больше взаимодействия с вами. Я могу заранее что-то у вас спросить и исходя из этого как-то уже строить свой эфир, что я хочу сказать, что я не хочу сказать, потому что, ну, как бы, темы же бонсай они огромные, и можно рассказывать что угодно, а хочется рассказать то, что людей интересует. Поэтому, как мне кажется, это вполне такой, ну, более какой-то такой домашний вариант. то есть, можно пообщаться, я могу понять ваши вопросы, вот, вы их можете задать. Напишите, вообще, интересно ли формат прямых эфиров и что вы об этом думаете. Так, а я пока буду листать, посмотрю, что у нас с вопросами. Пока вижу, что слышно, видно, присоединились. так, посмотрю в записи. Да, хорошо, хорошо. Так, 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 сейчас извиняюсь, пока пролистаю, посмотрю. Так, 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 так. Возможно, листаю чуть-чуть долго, но не хочется пропустить просто. Так, пока все еще присоединились, присоединились. Так, вот. Сейчас, секунду, настроим, неплохо видно. Так, а вы обрабатываете инструменты после каждого растения или как часто это делаете? После каждого не обрабатываю. Делаю это не часто, совсем не часто, но смотрите, почему. То есть, если я уверена, что растение у меня здорово, особенно насчет там грибковых заболеваний каких-то, потому что даже вредители, не всех вредителей можно инструментами перенести с одного на другое, а вот какие-то грибковые, да, вполне возможно. Поэтому, если вы сомневаетесь, что растение здорово, тогда, да, тогда обрабатывайте сразу после, после работы с растением. Если у вас растение только что купленное, то тоже желательно обработать, а так, нет, редко, то есть, это реально выделяется просто время, и тогда обрабатываются, это может быть раз в месяц, раз в два месяца, не обрабатываю каждый раз совсем, вот, получается по мере загрязнения обрабатываю, потому что, обрабатываю, если работа много с фикусами, то есть, они оставляют следы, эти белые, потом они загрязняются, то есть, получается инструмент грязный, тогда, да, получается, что обрабатываю, а так нет, не очень часто, никого не призываю поступать, как я, но это вот, это именно так, 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 дальше листаем, листаем, так, что у нас, здравствуйте, очень много полезной информации, спасибо, и вам спасибо, так, интересно, так, спасибо большое, все понятно, очень интересно смотреть ваши эфиры, и вам спасибо, так, добрый вечер, с какого возраста, можно и нужно делать обрезку уличных, так, сейчас, ну, смотрите, если вы купили саженец в садовом центре, да, вот, то, по сути, мы покупаем там, даже годовалых мы редко там можем купить, то есть, это где-то 2-3 года, какому растению, вполне можно сразу же ему делать обрезку, то есть, по сути, привезли и делаете, в двух-трех летке спокойно, вот, если вдруг речь о том, что вы что-то вырастили сами из семян, то тут, ну, по сути, тоже мы ждем, ну, например, хвойные, да, ждем до двух лет, где-то минимум, минимум, два-три года, ждем, потому что просто нечего еще, он, есть точка роста и растет, 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 да, если мы срежем очень рано, то не факт, что уже растение сильное, чтобы, настолько сильное, чтобы пробудить новые почки, и это может очень сильно ослабить нам растение, поэтому ждем, когда оно уже само начинает как-то, хоть как-то мы видим эти почки хотя бы, да, вот, и тогда обрезаем, если это лиственное, то по сути, смотря какое, если это очень быстро растущее, что-то как типа вязы, да, такое быстренькое, то иногда даже и через год уже можно что-либо делать, что-либо обрезать, если что-то более долгое, как те же дубы, многие знаю, сажают, у меня был один вопрос, это, наверное, самый такой вот вопрос, был комментарий, посадил, посадил желуди, они проклюнулись, когда начинать формировку, сразу, когда просто проклюнулись, то есть, скорее всего, их лучше все-таки ждать до двухлетнего возраста, и тогда можно будет делать прищипку, но дело в том, почему так долго, то есть, можно его прищипнуть и в год, да, то есть, вот мы его весной, осенью, например, вот желуди нашли, посадили, да, или осенью посадили сразу, или там, в феврале посадили, они взошли у нас в том же апреле, к примеру, и вот сезон они проросли, следующие у них уже год, они выросли, длинненькие, хорошие, их можно прищипнуть, нет ничего плохого в этом, но растение слабое, оно не даст никаких почек, мы, собственно, прищипнули, оно выгнало новый замещающий побег, и пошло расти дальше, поэтому ждем хотя бы двухлетнего возраста, и тогда уже, уже это будет не прищипка, уже будет, неважно сколько даже, то есть, вы обрежете, да, и уже будут шанс, что какие-то пробудятся почки, если она не очень высокая, и вы обрежете немного, то у вас хотя бы на конце появятся, на конце ветви, новые почки, да, уже хорошо их будет много, если есть возможность обрезать сильнее, то у вас еще ниже, то есть, прям сильно ниже к земле, ближе могут пробудиться почки, то есть, нам нужно здоровье растения, его силы, поэтому вопрос, вернее, ответ на этот вопрос, с какого возраста можно и нужно делать, смотрим всегда по здоровью растения, вообще, все, что бы мы ни делали, формировки, обрезки, прищипки, все, что угодно, мы смотрим изначально по, по тому, как растение себя чувствует, так, очень интересно, спасибо, не успеваю весь эфир посмотреть, ну, я надеюсь, что получится все сохранить, и тогда в записи, так, здравствуйте, скажите, а можно ли совсем обойтись без зимовки растению, смотря какому растению, уличные, все-таки любят зимовку, можно обойтись, если у нас растение ослабленное, сделать ему прохладную зимовку, хотя бы тех градусов 5-15, 5-10, вот так, смотря какое растение, исходим всегда из этого, вот, и, увидела следующий комментарий, и сбилась, то есть, можно тогда сделать без зимовки, одну, две зимы, да, если молодое растение, если нет условий, но вы понимаете, что дальше у вас что-то изменится, что-то там, не знаю, построится, теплица, переедете в новые дома, еще как, например, сейчас в квартире переезжаете в дом, вы знаете, что дальше будет, то, конечно, нет смысла не заводить растение этот год-два, да, потому что не можете зимовку сделать, то есть, можно сделать без зимовки, даже сосны, или ели, те, кто очень требовательны к зимовке, но это не больше год-два, зима одна-две, вот, по зимовке есть много видео, есть эфир прямой тоже, посмотрите еще там, но, опять же, смотрим, какое растение, просто вид его, требует он или не требует, и его здоровье, так, мне нравятся эфиры, видео смотрю по отдельным растениям и темам, спасибо, Зависит ли скорость зарастания среза на фикусе от сезона, в котором была обрезка, да, зависит, скорость зарастания любого среза у любого растения зависит от скорости роста, скорость роста растения у нас максимально во время волны роста, то есть, вот, если вы знаете, что сейчас будет волна роста, вы видите это, вы это или знаете просто по времени года, И знаете, что она в это время бывает. Вы видите это, например, по изменению климатических условий. То есть было холодное-холодное июнь, а в июле у нас стало наконец хорошо тепло. Естественно, будет волна роста. Или наоборот, было очень-очень жарко в июле, а в августе у нас температуры стали более комфортные. Тоже будет волна роста. То есть подгадываем к этому. И, собственно, растения само показывают. Вы видите пробуждающиеся почечки. Вы понимаете, что сейчас будет волна роста. Но в любом случае самые сильные волны роста у любых растений – это весна. Поэтому очень кардинальные обрезки. Желательно подгадывать именно вот под это. Именно с точки зрения, что у нас быстрее зарастут срезы. Для некоторых растений это очень важно бывает. И больше даст пробуждение новых почек, новых, соответственно, побегов. Так, Ира, мне такой формат общения очень нравится. Спасибо. Доброе время суток. Интересно. Прямые эфиры нужны, но уже соскучилась по видео. Спасибо. Будут видео. Если удастся, возможно, в эти выходные, мы просто снимать можем. Ну, выходные в основном у нас, выходные дни съемок. Потому что, как многие знают, у нас чисто семейное вообще все это. И все видео делает муж. А в будние дни он на работе. Так, так что... А сейчас выходные были очень заняты. Так, следующее. Добрый вечер. Смотрю эфир, обрезаю фикус. Супер. Супер, спасибо. Так, так, сейчас. Так, подскажите, вы можете помочь со стрижкой фикусов? У меня много маленьких сантиметров. По 21 побольше. И сколько это стоит? Да, конечно, у меня постоянно в Инстаграме висит информация о том, что я даю платные видеоконсультации. Когда мы договариваемся о удобном для вас времени, для меня. Сразу скажу, что для меня удобнее будние дни. Практически в любое время с утра до вечера. Это, собственно, мне не важно. Поэтому можем подгадать вам удобнее вечером с работы. И пришли спокойно, без проблем. И в 7-8 вечера я могу вас взять. В будние. То есть много вариантов. Выбираем время. В выходные беру иногда, когда совсем-совсем человек иначе никак не может. Ну, бывает такое. Тогда да. Тогда я пытаюсь найти выходной день. Мне это не очень удобно, так как это все-таки или рабочий день со съемками, и консультацию сложно, или это, собственно, день семейный. Вот. 10 долларов в час. Пожалуйста, вы выбираете, сколько вам надо. Час-два. Кому как надо. Выбираете. Оплачиваете. На сайте у меня все реквизиты, все варианты оплаты есть. И проводим все. Проводим по Viber, Skype, WhatsApp, другие любые варианты. То есть как бы все это договаривается. И, пожалуйста. Так что приходите. Помогу. Все осмотрим. Это очень удобный формат. Я очень много так делаю. Обычно люди довольны. Потому что мы, я вижу растения, я выспрошу все нюансы, которые влияют на его жизнь. Ни в каких комментариях, ни в какой переписке это невозможно. То есть задать все эти вопросы, чтобы человек ответил, задать уточняющие. Мы обсудим, что можно с этим фикусом, если речь о них сделать. То есть какие варианты. И потом человек берет секатор, и мы это все делаем. Я подсказываю, где мы режем. И объясняю, зачем. То есть зачем я не привязываю людей к себе, чтобы... Вот я сказала, как обрезать. А почему так? И они дальше не могут. Я всегда объясняю, почему и как мы это делаем. Чтобы дальше могли... Ну, кто хочет, приходят очень многие потом еще. Но вполне могут уже, если все запомнили, записать могут. Без проблем, абсолютно. Кто-то у меня даже делал прямо запись нашего консультации. В скайпе, по-моему, есть возможность. Так, следующий. Можно ли вырастить шелковицу бонсай? Спасибо. Можно, конечно. Конечно, она прекрасно подходит. У нее крупный лист, но он вполне легко ветвлением уменьшается. То есть увеличиваем количество почек на ветви, и лист уменьшается. Они очень хорошие. Так, Ира, расскажите, пожалуйста, подробно подкормки об удобрениях. Как часто, когда и какими удобрять бонсай, растущий в неглубоких плошках с минимальным содержанием земли. И надо будет зимой, этой зимой, осенью зимой, сделать видео об этом. Это большая тема. И тут даже... Ну, в общем, это большая, очень большая тема. Надо будет... Я подготовлю видео и сделаю. У меня все на него никак не хватает времени, извиняюсь. Вот. Так что это расскажу. Это не в комментариях, не вот так вот. Не ответом на вопрос это подробно надо. Так. Очень удобный и полезный формат, но как дополнение к основным видео, они у вас очень подробные, информативно емкие. Ну да, это так и задумывалось. Только задумывалось просто еще один формат. Еще один, но никак не замена. Просто так совпало. Это вот по независимым причинам. Так. Можно ли пересадить сейчас толстянку? Я ее сильно обрезала недели две назад. Конечно, можно. Конечно. Единственное, если вы ее зимуете, хотите зимовать в прохладе, то есть порядка 10 градусов, 8-10 градусов, тогда не сразу ее туда в 10 отправляйте. Дайте ей пересадить, дайте ей недельку на акклиматизацию хотя бы. А потом уже в прохладу. А если она будет зимовать у вас в доме, вот при 18-20-24, даже не задумывайтесь. Спокойно пересаживайте. Так. Формирую фику с решеткой. Один ряд хорошо сросся. Второй несколько раз подрезала. Все зарастает, но не срастается. В чем причина? Причина может быть слабое растение. Вот. То есть, соответственно, они не успевают слабое, маленькое. Сейчас сформулирую. Не такая большая скорость роста. То есть, когда у нас маленькое, слабое растение по здоровью, то толщина у нас наращивается не так сильно. Соответственно, они у нас просто, каждая потихонечку растет. Каждая вот наша веточка. Вот так они у нас сложенные, раз речь о решетке. Вот. И не успевают, так как они в толщину очень медленно растут, а слабые тем более, то они не успевают срастись. Поэтому улучшаем им условия. Хорошая влажность воздуха, много света, как можно больше. То есть, чтобы он пошел хорошо в рост. Вы увидите, что он пошел в рост или вот-вот собирается. Тогда берете, опять срезаете там, если надо срезать. И опять связываете. Или просто соединяете. Они могут и так зарасти, срастись между собой. То есть, надо именно смотреть здоровье и условия. Это будут основные причины. Так, дальше, дальше, дальше. Так, спасибо за ответы. После ваших эфиров мои цветы сильно изменились и похорошели. Спасибо. Большое спасибо. Так, ответы, вопросы у нас закончились. Если кто-то еще что-то задаст, пишите. Я сегодня выставила, поставила в сториз, ну, не вопрос, ну, наверное, можно сказать вопрос, что именно, с какими растениями вы сейчас работаете. И покажите их, да, к подписчикам обратилась. Если вы укажете там мой аккаунт, то есть, ну, там все написано. То есть, через какой значок указываете, я тогда увижу вас, что вы выставили, да, и смогу это посмотреть и как-то немножечко прокомментировать. До эфира я смотрела, один человек этим воспользовался, вот. Так что советую воспользоваться, когда еще вы покажете растение, чтоб я именно сама прошу показать. Покажите, я вам прокомментирую, скажу, вы можете задать вопрос там еще как-то. То есть, получите, получите ответ, я посмотрю ваше растение. Так что пользуйтесь, вот. И такой возможностью, вот. Что еще я хотела, хотела рассказать вам. Вот. Вроде бы по обрезке все. Тема очень действительно такая, тоже большая, обширная. Я попыталась ее так по пунктам разложить. Вот, то можно будет, чтобы можно было этим пользоваться. Потому что большие объемные темы очень сложно бывает как-то так воспринимать на слух еще как-то. Поэтому я вам пыталась, пыталась это все разложить по полочкам. Так, вопросик. Пришла летом косуля и укусила ствол японского желтолистого клена. Рана широкая до самой сердцевины. Дерево выжило уже в таком состоянии 3 года. Как побыстрее зарастить этот ужасный шрам? Если есть возможность, купите японскую пасту для бонсай. Вот. Видео можете у меня увидеть. Я и пользуюсь. Таких вот баночек. Она бывает более жидкая, а бывает такая, как пластилин. Очень хорошая. Она имеет в своем составе какую-то гормональную составляющую. Очень хорошо зарастают эти шрамы и вот все. И когда будете ей пользоваться, то желательно прям немножечко по краю. То есть сердцевину обрезать не надо. А вот край коры, которая заросла как-то там, можно поранить немножечко, чтобы и замазать. Вот. И тогда будет хорошо зарастать. Если нет такой возможности, то что-либо из других, из других, что можно. Вот. Очень не советую садовый вар. Вот именно где написано садовый вар. Не советую совсем. Очень жирный и непонятный срез. Очень часто. Может быть есть какой-то садовый вар хороший, но не пользуюсь никогда. Если есть садовый бальзам, серенький такая же, ну, тягучая жидкость, скажем так, им можно. Знаю, что в России есть неплохой бальзам. Зовется ран нет. Вместе пишется ран нет. Хвалят так, что можно, если ничего другого. Если нет японского вот этого, то можно воспользоваться им. Ну, опять же, вы пораньте тогда вот края, да, которые, где может начать расти до зелененького. И тогда оно начнет зарастать. Вот. Но вообще клёны, клёны не так быстро заращивают свои срезы и быстрее заращивают, естественно, если они хорошо растут. Чтобы они хорошо росли. И условия, раз он на улице растёт, вы сильно с условиями не поиграетесь, но вы можете его подкормить. То есть подкормите весной, когда надо будет уже. Извиняюсь. Вот. Когда можно весной подкормить. И он пойдёт в рост лучше. И будет тогда быстрее заращивать. Так, так. Вот. Как раз кто-то пишет ран нет, там пользуюсь. Очень нравится. Спасибо за ваш комментарий. Потому что, правда, я слышала от многих, что очень-очень хорошее. И это доступное. То есть оно есть почти во всех садовых магазинах. И я думаю, я не знаю, правда, его цены. Давно не была в России. Не знаю. Но думаю, что он более доступен и по цене, и по тому, что пошёл и купил, чем вот японские замазки. Вот. Японские довольно дорогие. Хотя, знаете, она, она правда, ну, как, баночка, она, нет у неё больше, меньше. У неё один размер баночки. Цена у неё, ну, не маленькая, ну, и не космическая. Но зато хватает её прямо, вот я уже своей пользуюсь лет 4-5 точно. И там где-то половина. При том, что у меня большое количество растений, и я пользуюсь ей постоянно. Она до пограммулички используется. На большой рам, конечно, мы больше отламываем. А так, то есть, её хватит очень-очень надолго. Поэтому, если есть возможность купить, она не портится, она не засыхает. Если в тюбиках купить, то они засыхают. Вот их реально невыгодно покупать, если мало растений. Вот, а вот это вот в круглой баночке с зелёной или серой крышкой, в зависимости, для хвойных или для лиственных, вполне подходит. И причём, и причём это, у нас, например, продаётся только с зелёной, по-моему, это для хвойных. Я и пользуюсь для всех. Ну, если нет, другой. Можно заказать ещё как-то даже из той же Японии, но великого смысла нет. Так, живу в Норвегии, ни японской, ни российской нет. Ну, японская есть везде, можно найти сайты, которые вам привезут даже из Японии. Дело в цене доставки и всего остального. Ну, как бы, есть. Так что это вот... Это да, это сложнее, но, тем не менее, это есть. Так, вот ещё ран нет хороший, сушит срез быстро. Спасибо вам за ответ, за комментарий. Так, ну что, наверное, на сегодня тогда всё. Вот, на будущей недельке сделаем ещё какой-нибудь эфир. Я придумаю... У меня есть уже мысли, я расскажу вам в Инстаграме. Поэтому все, кто будет смотреть в Ютубе, приходите в Инстаграм. Тут, правда, есть то, что я тут показываю, не показываю некоторые вещи в Ютубе. То есть эфиры я, конечно, сохраняю и на Ютуб выставляю, потому что многим там удобнее, как оказалось, смотреть записи. Но есть вещи, которые я там не выставляю. Плюс общаться со мной в Инстаграме гораздо проще. Вот. В Ютубе далеко не на все комментарии я успеваю ответить. Именно по загруженности. Это просто невозможно. В Инстаграме вот уже довольно многое время я отвечаю на все. То есть, что бы, кто бы мне не написал, я отвечаю. Даже если я не знаю, я тогда напишу, что я не знаю или не могу ответить. Так, тут ещё прибежали вопросы сейчас. Так, Ирина, про освещение зимнее можно эфир? Какие лампы лучше и так далее? Про освещение зимнее, наверное, эфир не буду делать, потому что какие лампы лучше, очень сложно посоветовать. И, честно говоря, все, кто советует, слегка лукавят, потому что это, ну... Нет, есть лампы, вот эти лампы хорошие, замечательные. Я вам скажу, эти лампы хорошие. Они хорошие. Они выполняют свою функцию. Они покупаются на Алиэкспрессе, к примеру. Они хороши, но их надо составить, им сделать схему запуска, чтобы их можно было установить и сделать. Ну, и чем это поможет вам информация? Я пользуюсь в основном такими. То есть муж-электронщик, он это всё делает, и пожалуйста. Вот, поэтому это сложно посоветовать. Это то, что я реально могу назвать прямо вот название, да? Посмотрим, что именно мы заказывали. Но эта информация будет полезна очень мало кому. Сказать абстрактно, фитолампы подходят? Да, подходят. Но у них, опять же, есть очень разные спектры, очень разные варианты свечения, поэтому сложно. Опять же, что есть в России, это одно, что есть, вот как сейчас писали там про Норвегию, Польшу, это другое. У нас нет того, что есть в одной стране. В общем, это правда очень сложно, когда вот надо посоветовать конкретно вот такие вещи. Поэтому видео есть по освещению, что я пользуюсь, чем мы пользуемся. Там разные варианты, кстати. Вот, разных ламп, поэтому посмотрите. По-моему, два видео есть по освещению. И там можно подчеркнуть. Вот, так, нужно ли обновлять, подрезать края для заращивания большого среза? Если у него не идет рост, то есть мы не видим прямо вот, что пошел-пошел рост по краешку, да, очень долго не идет рост. И паста при этом уже отсыхает и опадает. Бывает такое. Она чаще начинает отсыхать, именно когда рост пошел, и тогда она опадает. Вот, тогда мы ничего не обновляем. А если вот ничего не происходит, то есть паста наложена, ничего не происходит, нет никакого роста, а сейчас, если речь у волна роста есть, и там ничего туда, можно взять и по краешку. Не столько обрезать, сколько прямо вот поранить. Аккуратненько можно взять скальпель или что-нибудь такое, вот чем можно поранить. Вот, и тогда запускается процесс, восстановительный. И это иногда помогает. Так, спасибо, спасибо за эфир. Выставлю свое деревце. Правильно, пользуйтесь. Вот так, чем обработать? Пролитый замиокулькас. Не очень поняла, что значит пролитый. Залитый, может, пролитый. Не поняла. Если успеете до конца эфира, напишите, не понимаю, что хотели. У него черные стебли, это к нему уже. Надо смотреть, почему у него черные стебли. У замиокулькаса, в принципе, есть точечки на этом. Поэтому, может быть, вы это имеете в виду. Так это в пределах нормы. У него бывают на зеленых вот этих вот стеблях листа. Да, это на самом деле большой лист. Бывают темные точечки. Это нормально. Поэтому надо смотреть. Так, спасибо, спасибо. Вот. Ну что, на сегодня тогда заканчиваем. Я выставлю новый вариант, что будет новая тема, какая ближе к концу недели. И если все, 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 все будет, как обычный, никаких проблем с инстаграмом или еще с черта, как бывает, то в следующий вторник также мы можем с вами встретиться и поговорить на какую-то другую тему. Или, может быть, вот как я делала предыдущий эфир, что с красулой мы работали или вот с чем-то так поработать. Вместе с вами я буду что-то делать, а вы будете смотреть, наблюдать, задавать вопросы и тоже работать со своими. Так что, продумаю новую тему и все вам расскажу. Так, спасибо. Свои растения стесняюсь выставлять. Не надо. Они прекрасны. Я знаю, кто это пишет. Так что, я знаю, что это растение есть очень хорошее. Очень хорошее. И перспективные. Так, все. Тогда до встречи. Всем хорошего вечера. Большое спасибо всем, кто был, всем, кто присутствовал и всем, кто будет смотреть потом в записи. Все. Доброго вечера. Стараюсь сохранить эфир. Счастливо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...